Самое неблагодарное занятие это давать советы. Причем, если ты эти советы даешь совершенно бесплатно. Знаешь, есть такой хороший анекдот. Если вдруг ты захочешь заняться сексом на Красной площади, тебе этого просто не дадут сделать, потому что тебя что? Заколебают советами. И сегодня мы поговорим о таком качестве, от которого, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, нужно бы постараться избавиться многим людям, для чего? Для того, чтобы улучшить свои взаимоотношения с окружающими людьми. Некоторые люди страдают, страдают вот этим вот излишним желанием посоветовать, подкорректировать, помочь, улучшить. И у таких людей, безусловно, у тех людей, которые дают советы, есть позитивное намерение. Они искренне хотят помочь человеку, где-то приоткрыть ему глаза на что-то. И это совершенно нормально. Но почему давать советы вредно? В первую очередь, для советующего. Давать советы вредно для советующего тем, что, опять же повторюсь, у него есть какая-то позитивная цель, которую он хочет донести тому человеку, которому он дает совет. Но, как правило, если этот совет, его не спрашивали, этот совет игнорируется, в лучшем случае. В худшем случае могут появиться какие-то даже проблемы, могут появиться проблемы во взаимоотношениях. То есть совет, он, как правило, отторгается, если он незваный. Как говорится, незваный гость хуже татарина. Так вот, точно так же и с советами. Когда совет ты даешь не по запросу, тогда получается, что ты встречаешься с сопротивлением. А намерение у тебя есть позитивное. Ты хочешь помочь. Что тогда получается? Ты хочешь сделать что-то хорошее, а тебе, как бы, говорят, слушай, иди нафиг. Слушай, не нужны мне твои советы. И в таком случае ты начинаешь испытывать обиду, может быть, где-то злость. Тебе это надо? Ну вот подумай. Вот когда ты даешь советы, и их не принимают, ты же испытываешь неприятные ощущения. Зачем тебе испытывать эти неприятные ощущения? Давай дальше поговорим о советах. Я считаю, что есть два вида советов. Есть советы хорошие, и есть советы плохие. Чем они отличаются? Хорошие советы, это когда человек сам подошел к тебе и сказал, слушай, я вот в этом не разбираюсь, у меня вот это не получается, и я бы хотел, чтобы ты мне подсказал. И в этом случае ты можешь свой весь советнический потенциал раскрывать, можешь давать советы, если человек тебя об этом спросил. И плохие советы. Плохие советы, это когда ты их даешь, когда тебя о них не спрашивали. Вот эти советы, от них старайся избавляться напрочь, потому что будет то, что я уже рассказывал. Теперь следующий момент. Дорогой друг, для того, чтобы... Знаешь, бывает такое, бывает такое, когда, ну, ты не можешь промолчать, ты хочешь дать совет. Такое бывает. И есть два хороших способа, с помощью которых ты можешь все-таки реализовать вот это свое желание дать совет. Первый способ, ты можешь спросить у того человека, которому ты хочешь дать совет, задать ему вопрос. Слушай, у меня есть для тебя хорошая информация. Хочешь, подскажу. И если человек скажет, да, хочу, о, как круто, что ты мне можешь подсказать, тогда опять же раскрывай весь свой советнический потенциал и рассказывай все, что ты считаешь нужным. Но если человек скажет, стоп, мне не нужно, я не нуждаюсь в советах, то в этом случае, пожалуйста, не давая этих советов, ты сэкономишь свое время, ты сэкономишь свою энергию, и ты сэкономишь и улучшишь взаимоотношения. Повторюсь еще раз, незваный совет хуже татарина. И второй способ, как ты можешь дать человеку совет, но как бы не давая совет. Этот способ называется «на твоем месте я бы сделал вот так». И как ты уже понимаешь, если вот тебе не в моготу, если ты не можешь промолчать, а человек чего-то не видит, в чем-то заблуждается, ты можешь просто в обычной с ним беседе сказать такую фразу. «Слушай, вот я бы на твоем месте сделал бы вот так, вот так, вот так». И в таком случае, если этому человеку та информация, которую ты выдаешь, она действительно актуальна, если она действительно необходима, то он к ней прислушается и будет к тебе благодарен. Ну а если он, если эта информация ему не актуальна, то он просто скажет «Знаешь, ты сейчас не на моем месте». И, ну скажем так, обрубит тебя по-хорошему, да, обрубит тебя и не даст тебе дать совет. И это и хорошо. Если тебя вот обрубают, когда ты хочешь дать совет, значит, ты обладаешь вот этим качеством излишнего советничества. И не нужно на это обижаться. Чтобы избежать вот этих всех вещей, я тебя понимаю, я тебя понимаю, бывают вещи, когда тот человек, которому ты хочешь искренне помочь своим советом, ну вот он как слепой котенок, да, вот он, вот как маленький ребенок, он чего-то не видит, он чего-то не понимает, он чего-то не осознает. И тебе вот хочется лучше прикусить язык. Лучше прикусить язык. Разреши человеку развиваться в том темпе, в той скорости, в которой это необходимо. Разреши человеку быть таким, какой он есть сейчас. Потому что, смотри, ведь когда мы даем советы, мы, по большому счету, человека склоняем к неким изменениям. А когда мы человека склоняем к неким изменениям, без его особого на то разрешения, то мы, по большому счету, реализуем маленький акт насилия над человеком. Когда мы человеку говорим, слушай, ну вот ты вот этим занимаешься, а посмотри, вот этот человек делает лучше это. Было бы хорошо тебе у него поучиться. Давай-ка ты у него поучишься. А стань на вторую позицию, стань на место этого человека. Может быть, у него другие цели. Может, у него другая скорость изменения. Может, он хочет пройти свой опыт. Может быть, он хочет наступить на грабли сам. Люди очень плохо учатся на чужих ошибках. И если ты проходил какой-то путь, и у тебя есть какие-то решения, но человек может напрочь тебя просто не слышать, не видеть, не понимать и даже думать, что ты ему хочешь навредить. Такое встречается только лишь потому, что твоего совета не спрашивали. Поэтому, как говорится, я сегодня русскими поговорками, заруби себе на носу. Если хочешь дать совет, сначала у человека спроси, нужен ли ему этот совет. А если он ему не нужен, прикуси язык и не говори ничего. Ты так сэкономишь энергию, ты так сэкономишь отношения, ты так сэкономишь еще и свое время. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты думаешь о том, что я тебе сегодня рассказал. Как часто тебе дают советы? Ведь на самом деле мы нуждаемся в советах, но когда мы о них просим. Вот когда я кого-то о чем-то спрашиваю, причем, когда мне нужно о чем-то кого-то спросить, я даже готов заплатить за это деньги, за вот эти хорошие советы, качественные. Но вокруг меня есть еще куча таких советчиков, которые дают мне советы абсолютно без моего разрешения. Таких советчиков, даже если они говорят толковые вещи, я просто игнорирую, потому что у меня включается сопротивление. И поверь ты мне, у любого человека будет включаться сопротивление, когда ты ему просто навязываешь какую-то свою карту реальности. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока-пока.